Волочь из стая Одесского зоопарка пополнение. Два мальчика и три девочки. Малышам всего месяц, но так как мама от них отказалась, сотрудники зоопарка выкармливают их специальными смесями. Она первый раз родила, и ей не прибыло молоко, и поэтому инстинкта не было. Она отказалась от них. Мы сразу с первого дня их взяли и кормили скусами. Альфа-волчица уже 9 лет, и это ее первое потомство. Как отмечают сотрудники зоопарка, это достаточно почетный возраст, ведь самки живут до 14 лет. Возможно, это и стало причиной отказа от детей. Но, несмотря на это, малышей должны будут везти в стаю. Из-за того, что выкармливали их люди, это будет нелегко, но реально. Мы позаботимся об этом, чтобы они соединились. Сначала держим через решетку, а потом соединяем. Малыши чувствуют себя отлично. После аппетитной трапезы время на игры. Ветеринары зоопарка планируют добавлять в смеси немного мясного фарша, чтобы волчата становились крепче. Они ведь все-таки хищники. Они прекрасно себя чувствуют, отлично с аппетитом едят. Вот вы на них сейчас посмотрите. К слову, остальные животные тоже чувствуют себя прекрасно. Как рассказывает Игорь Беляков, директор зоопарка, весна – это самая любимая пара года для животных и птиц. Все готовятся к летнему сезону. Кто-то чистит перышки, а кто-то ждет реконструкцию вольера. Будет делаться новая хозяйственная зона. Все службы хозяйственные будут выноситься. Дальний конец зоопарка, новые. И в этом году будут вольеры для копытных. Несколько вольеров. Нам нужно переселить львов, леопардов и других хищников. Потому что мы сделали за минувшие годы волки, медведи, тигры, которые были в самых стесненных условиях. Мы им предоставили уже новые объекты. А вот львы сидят в очень стесненных условиях. Это, если все по плану, как бы в этом году должно быть. Напомню, на прошлой неделе в Одесском зоопарке также праздновали пополнение. Но в семье двугорбых верблюдов. Малыш с мамой до сих пор находятся в отдельном вольере. Но в скором времени их обещают привезти в общий.